Уже несколько лет православные верующие собираются 17 июля, чтобы отдать дань памяти расстрелянной именно в этот день в 1918 году царской семье, впоследствии канонизированной церковью в святых царственных страстотерпцев. Во временный храм, расположенный на одной из улиц Жилгородка, на литургию приходят десятки верующих, почитающих этот день. Мы очень рады, очень рады. Много людей к нам пришло. Мы очень довольны, что к нам приходят и нас тут приветствуют. Среди всех канонизированных святых царственных страстотерпцев в Пинске особенно поминают невинно убиенного цесаревича Алексея. И стар, и млад знают о трагедии, которая постигла юного представителя дома Романовых и его семью. То, что это был ребенок из царской семьи, последнего царя Николая II, и что их казнили. А еще имя цесаревича Алексея носит будущий храм при строящемся по улице Гомельской реабилитационном центре для детей инвалидов. Название святилища в честь самого последнего сына русского царя связано не только с его трагической гибелью. Он страдал тяжелым заболеванием. И вот это заболевание, конечно, оно откладывало такой, ну, сильно, очень тяжелый отпечаток не только на его судьбу, но и на судьбу всей царской семьи. Потому что и царь Николай, и царица Александра, и его сестры, они переживали за него, они молились за него. И вот этот молитвенный труд, который действительно они несли по своей жизни, он как раз и является вот нашей памятью. Мы об этом помним, мы об этом молимся. Вокруг храма в день церковного праздника православные верующие традиционно прошли крестным ходом. После него был совершен молебен. И молимся, конечно, за всех тех благотворителей, которые трудами чьими строится вот этот центр замечательно. На протяжении уже двух лет, вот вы сами видите, уже за два года проведена огромная работа именно усилиями прихожан и жителей нашего города. Строительство храма и реабилитационного центра для детей и инвалидов планировалось завершить в июле этого года. Пока сроки сдачи зданий продлены. Но и прихожане, и те, кто заинтересован в появлении в Пинске реабилитационного центра, надеются, что ненадолго. Пинске реабилитационного центра.